Уласный контент, новые, интересные и актуальные проекты, белорусские сериалы. Сегодня старшин Белтелерадоэкомпании Иван Эйсмант сустрелся со студентами и выкладчиками Гомельского государственного университета имя Франциска Скарины и поделился планами развития белорусского телебачения. В диалоге приняли в дело и наши корреспонденты. Больше журналистов Гомельщины, которые работают в газетах и часописах, чьи голосуем и чуем по радио, и кого бачим по телебачене – выпускники ГДУ. Студенты завсюди за довольнением проводят в экскурсиях по редакциям в СМИ. Они знакомятся со студентами и работой журналиста. И, зрозумело, встреча со старшином Белтелерадоэкомпании Иваном Эйсманом стала для тех, кто марит стать журналистом с правдным передновогодним подарком. Еще до начала встречи мы погутарили со студентами-филологами. Многие из них, даже уже ведают, какие телепрограммы хотели бы рихтовать обовести в будущем. Обучаясь на филологическом факультете, мы действительно часто посещаем редакции, телерадио-студии. И сегодняшняя встреча с председателем Белтелерадоэкомпании – это еще один большой опыт для нас, как будущих журналистов и литературно-редакционных сотрудников. Студенты с большим воодушевлением восприняли новость о встрече с Иваном Михайловичем. Для нас это действительно большая честь. Какую бы программу хотели вести? Какую направленность? Что вас лично больше интересует? Я бы хотел, наверное, вести о культуре. Направленность чисто культурная, общественная. Мне интересна вся телекухня, интересно, как снимаются программы. И, в принципе, если есть такая возможность, я бы хотела связать себя с журналистикой и с телевидением в частности. Вы были где-нибудь на телевидении? Я была в телерадиокомпании «Гомель». У нас там проходил спецкурс аудио-визуальные СМИ. Поэтому в какой-то степени я знаю, как проходят записи. Однако хочется увидеть полностью всю картину. А какие программы вы сами любите смотреть? Если бы вы пришли работать, то какой направленности программы вы бы хотели вести или готовить? По телевидению я смотрю больше научные программы. И если связывать свою жизнь с телевидением, то научного направления. На начале встречи – разговор о медиапросторе Беларуси. Иван Эйсман рассказал об самых буйных телекомпаниях краины АНТ, столичном телевидении и Белтелерадиокомпании. В составе «Опошня» сразу семь каналов, которые динамично развиваются и постоянно рыхтуют для глядачу новые программы. В планах повеличивать долю беларусских передач. Это тычется не только информационных, аналитичных, забавляльных и спортивных проектов. Надо сдымать и свои сериалы. Кроме того, завершена масштабная модернизация. Подпродкованные БТРК-каналы переходят на вешание в формате HD. На переобстолевание выдатков ли десятки миллионов долларов. Великая увага и интернет-просторы. Это не только большая колькость, чем у телеэфиры уластных программ, а и распроцовка трех мобильных додатков. Беларуси компании в этом году сразу три мобильных приложения запускают. Одно общее, так сказать, БТ-шное, уже запущенное работает. Вот-вот идут последние доработки более сложного приложения новостного, которое позволит не только делиться новостями, но и принимать их от простых зрителей. И нам, разработчики, обещают, что буквально на днях мы сможем его запустить. Так что мы с удовольствием поделимся со всеми этой новостью, потому как благодаря этому приложению журналистом может стать любой житель Республики Беларусь. Снять видео и отправить нам. Это достаточно такая популярная практика во всем мире. Ну вот, в общем-то, и мы ее внедрили. Об тем, что журналистом может стать литерально кожный, Иван Эйсмант рассказал и в иншем ракурсе. Старшня Беларусь компании зауважил, что журналистыка – это призвание, это талент и великое ожидание рассказывать об убаченном и почутном не только цикава, але и з уликом уластного меркования, вопыту и святопогляду. А как лучше понять, что по силам будет такая праца, важно, чтобы эдукация была практикой ориентованной. С этим сгоден ректор ГДУ Сергей Хахомов. Что касается практикой ориентирности, то одним из примеров такого сотрудничества или направленности на практику обучения является взаимодействие с вашей телерадиокомпанией. Все наши студенты специальности литературной работы в газетах и журналах, они все прошли практику у вас, они все приходили на экскурсии, они наконец-то вживую увидели и познакомились с работой телевизионных и радиожурналистов. И отзывы и студентов, и преподавателей только положительные. Так, вельми важно брать працу по души. Мабуть, после сегодняшней встречи некто со студентом замоцует в себе ожидание стать журналистом. А мы худко прочитаем его прозвище в газетах, альбо в большом эфире. Марина Джалая, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».